Ребят, значит, тема лекции... А, вот это... У меня там немножко другое написано. А вот что написано? Проблема вращения земли. Нет, коррупционное забелание земли способствует. Всякое забел. Потому что было переводится. Ну и важно. Зотов Леонид Валентинович, Валентинович, тоже научный сотрудник лаборатории гравиметрии. Гравиметрии. Вот расскажет вам об очень актуальной такой проблеме. Да, мы сейчас попытаемся за полтора часа охватить очень грандиозный объем геофизической информации. В принципе, лекция довольно популярная. Я веду такие лекции, популярные у нас у гидрологов. В прошлые годы записи были в интернете. Но нам нужно будет охватить не только климатические проблемы и вопросы дистанционного зондирования Земли. Нам нужно с вами будет еще поговорить о гравитационном поле, об уровне моря и о вращении Земли. Сегодня у нас у астрономов праздник. Восьмое число. Солнечное затмение. Вы знаете, что, грубо говоря, где-то вечером по всемирному времени около шести американцы будут смотреть это затмение. Оно довольно интересное. Если бы отключили сейчас небосвод, вы бы увидели не просто, что Луна подошла к Солнцу, а что Луна подошла к узлу очень близко к экватору, да еще и в Пиригее. Сейчас Пиригейное затмение, Пиригейное новолуние. Поэтому это еще и на экваторе. Очень интересная конфигурация. Она имеет место раз в 180 практически лет, чтобы узел с Пиригеем встретились на экваторе. Это редкое явление. Об этом попробую в конце лекции еще рассказать. Но начнем мы с подъема в космос. Как вы знаете, было бы здорово затащить телескоп на Джамалунгму. Тогда вы уже практически в космосе, но это очень сложно сделать. Поэтому мы, астрономы, ставим на антарктический щит, мы о нем еще скажем прибор, или наблюдаем с борта космических аппаратов, вот, например, с Международной космической станции. Вот на юбилее Виктора Антоновича, который был несколько дней назад, была конференция, там выступало много представителей космической отрасли, потому что МГУ активно взаимодействует и с МКС, и с «Звездным городком». Вот такой замечательной фразой из Сент-Экзипери я иллюстрирую как раз засветку Земли из космоса. Засветка, естественно, это сделанная картинка, может быть, мы свет выключим, сделана... Хуже будет? Значит, вот эта картина, иллюстрирующая рост численности населения некоторых городов и рост засветки. Синим показаны прирост в последние годы, значит, особенно Индия, Азия, вот Чикаго, Америка, там засветка более-менее стабильная, нам это мешает астрономам, а вот исследователям Земли бывает любопытно. Давайте поглядим Индия с точки зрения, вот как потоки ветра останавливаются Гималаями. Перед вами индекс аэрозолей. Здесь видно, что поток западных ветров останавливается и несет с собой пески пустынь. На этой фотографии показаны грозовые разряды, тоже связанные с предгорьями Гималаями, сегодня существуют спутники, которые позволяют определить каждый грозовой разряд на Земле, и построена вот такая карта плотности, грозовой активности. Понятно, что Соединенные Штаты, Мексика, Африка, Центральная Океания, они в этом смысле очень активны. Я в 2006 году ходил в экспедицию в Кейптаун с факультета геологического гравиметристами. Я помню, что в открытом море гроз практически не бывает. Все грозы происходят, где кумулятивная турбулентность, где облака мощные вырастают вдоль берегов. Я часто пользуюсь так называемым журналом, вот он чуть позже вот здесь будет показан, Earth Observing System. Его издает Американский геофизический союз, и в нем есть статьи, например, что такое современная геодезия и геодинамика, какие средства появились в наше время. Здесь они перечислены. Это глобальные навигационные системы, вам всем хорошо известные, системы позиционирования, альтиметрия, космическая гравиметрия и всевозможные фотографии Земли из космоса, и также интерферометры, такие вот синтетические радары. У меня сейчас знакомый поехал на конференцию ЕГУ в Вену. Он из Азербайджана. Конференция начинается 16 числа. В этом году на ней собирается какое-то рекордное количество исследователей Земли, 15, что ли, или 17 тысяч ученых. И он будет как раз в секции интерферометрия рассказывать, как из космоса можно определить изменение высоты поверхности с точностью до сантиметров. И вот эти карты, они в некотором смысле обобщают, что можно увидеть. Можно увидеть движение литосферных плит, измерить. Можно увидеть изменение осадков на той или иной территории. GPS меряют и вертикальные движения. У нас, например, стоит GPS на обсерватории на Красной Пресне, который принадлежит ГАИШу. Вот здесь в окне вы можете посмотреть, географом принадлежат антенны, которые меряют наши высоты. Это с шагом 30 секунд на протяжении многих лет идёт постоянный мониторинг GPS, в том числе вертикальных движений. Вы знаете, у нас есть специальный курс, который рассказывает, как производится измерение. Главное на спутнике – это часы точные. И вот это высокоточное время, которое передаётся в радиосигнале на приёмник, даёт вам в итоге возможность определить высокоточную вашу координату. Кроме навигационных систем, мы пользуемся радиоинтерферометрами со свертельной базой. У нас в России есть такой квазар. У нас есть система лазерной локации спутников Лагеус и других, такие болванки с отражателями. Есть система лазерной локации Луны, которая даёт сегодня уже миллиметровые точности. И доплеровская орбитография – одна из первых, она в Советском Союзе была применена, когда мимо вас пролетает спутник, вы можете его скорость по доплеровскому эффекту получить, ну и другие координаты. И вот на основе вот этих вот систем наблюдений созданы опорные пункты на поверхности Земли. Здесь показаны разные пункты, а вот красные звёздочки – это пункты коллокации. Коллокация – это хорошее старое геодезическое слово. Означает, что у вас несколько разных методик стоят в одном пункте. Там и радиотелескоп, там и доплеровские приборы, и GPS. И вот создаётся глобальная международная система, земная система координат. Вы, наверное, знаете, ИТРФ. Можно определить модель движения литосферных плит. Всё это совершенно необходимо, если мы хотим делать прецизионные, точные наблюдения, в том числе космических радиоисточников и так далее. Ну и кроме земной системы координат, значит, мы в основном имеем станции наблюдений, привязанные к земной коре, поэтому мы чувствуем и углы поворота планеты, и движение континентов, и измеряем, как живёт вот эта поверхность планеты, как она дышит, а в недра планеты заглянуть уже сложнее. Здесь другие методы геофизические. И вот космический флот, который создан европейцами, американцами, японцами, наши тоже есть спутники, он насчитывает сегодня сотни аппаратов. Это флот для изучения Земли. Меня когда-то Черпощук спросил, какое-то имеет отношение к астрономии. Да, конечно, это спутники, но они обращены своими глазами на Землю. И вот этот флот, он включает всевозможные... Мы сейчас просто будем смотреть, что запускали. Вот в феврале этого года, например, НАСА запустило очередную миссию для изучения океана и атмосферы. На ракете Falcon, значит, обычно это всё пускает, так называемый PACE, планктон-аэрозоль Cloud Ocean Ecosystem, спутники. То есть они будут изучать жизнь, цветение планктона. Вот, например, в Австралии такие фотографии. Огромное количество данных хранится, я понимаю, вы это знаете, в международных базах данных. И есть фотографии, например, на сайте NASA Earth Observatory. Каждый день выкладывают какие-нибудь интересные фотографии Земли, что происходит. Послеполуденный поезд – это несколько крупных спутников, которые движутся по одной и той же орбите друг за другом. На борту спутников Aqua, Terra проводится известный эксперимент MODIS – фотографирование Земли. Есть Ocean Carbon Observatory, который углекислый газ мониторит. Ocean Carbon Observatory 2, потому что первая неудачно не вышла в космос. Клаудсад, Калипсо – это НАСА-вские спутники. Можно отделить, например, снежный покров от облаков, по спектральным характеристикам классифицировать тип кристаллов в облаках. Вот, например, была такая фотография, специально была загадка. Узнаете, что это за озеро. Озеро называется Spirit Lake. Похоже на сердце. Ну и вот, когда вы видите перед собой космические спутни, этот снимок, у вас возникает вопрос. Как понять вообще, что на нём изображено? Для этого есть специальные обучающие курсы. Посмотрите на шкалу, посмотрите на какие-то характерные текстуры, найдите, где север, определите масштаб. Ну, мы, астрономы, умеем ориентироваться по звёздам, а те, кто обрабатывает космические снимки, они должны уметь ориентироваться и привязывать к какой-то системе координат. Вот эти вот снимки, вот, например, это кордильеры. Кордильеры здесь показаны, уберегав Тихого океана в Аргентине. Помните, ряд примеров я приведу, что было видно хорошо из космоса. Вот, например, разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Озон мониторит, специальный инструмент, озон-мониторинг-инструмент. Кстати, размеры озоновой дыры, они не уменьшаются. Не уменьшаются. Вот, например, в 2016 году была площадь южной озоновой дыры 21 миллион квадратных километров, в 2018-м – 23. То есть нам сказали так, после принятия Монреальского протокола, после того, как фреоны, которые уничтожают озон, были регламентированы, мы еще лет 50 будем жить под действием тех загрязнений, которые были до 70-х годов сделаны. И вот это все отлично видно с борта космического аппарата Аура. Некоторые миссии здесь перечислены, я не буду все рассказывать. Вот что такое JSON – это так называемая альтиметрия океана – Ocean Surface Topography Mission – важнейшие инструменты. Quickscot – это скотерометр, он позволяет определять скорость ветра над океаном. TRMM – Tropical Rainfall Measurement Mission – я один раз был в Техасе, и там чествовали 70 лет, такой у них есть Гарольд Норс, он один из отцов-основателей этой миссии. Grace Follow On – то, чем занимаюсь я. Недавно запустили миссию Global Precipitation Mission. Обратите внимание, эти миссии летают не по полярным орбитам, а по наклонным, и существуют какие-то полярные регионы, куда они вообще не заглядывают. И вот перед Роскосмосом сейчас стоит задача создать российскую космическую станцию взамен международной. Международная сейчас, знаете, утечки, протечки. В 2030 году ее, скорее всего, будут сводить с орбиты. У китайцев своя станция, а нам нужно сделать станцию, желательно, с полярной орбитой, чтобы видеть всю территорию России и полярные регионы с ее, так сказать, борта без затруднений. Кто помнит, в 2016 году во Франции были наводнения. Вот у меня коллега мой основной, с которым я работаю, он живет в Париже. Это такой крестьян-безуар, он руководит службой вращения земли. Его полномочия – вводить вот эту нашумевшую добавочную секунду. И когда я вот с ним связываюсь, вот сейчас, например, он пишет, что у них очень дождливая в этом году была зима, сейчас у них вышли речки из берегов, вот в Бургундии у него родители живут. И вот приходилось в 2016 году, смотрите, эвакуировать Венеру Милоску из подвалов Лувра. То есть вот эти явления тоже из космоса хорошо видны. Европейское космическое агентство не отстает от американцев. У них знаменитые спутники Сентинель, они ими гордятся. Много функциональные, комплексные разные приборы. Сойл-молстер, оушен-солинити, я вам покажу тоже картинку. Сейчас пока просто идут картинки, чтобы у вас сложилось представление о богатом разнообразии вот этого функционала. Кратеры можно разглядывать. Вот кратер Чили в Казахстане, циклоны, вулканы и пожары, конечно, мониторить из космоса. Вот целый этаж в Институте космических исследований, так называемый центр планеты, они издают книги целые. Мониторинг лесов России, где горит, где не горит. В 2010 году было прохождение двух антициклонов. Стояли очень долго, в июле-августе, над европейской территорией. И вот, посмотрите, температурная аномалия. Загорелись всевозможные у нас тут торпянники. Вы, наверное, помните. Аэрозоли аномально стало всё чадить, дымить. И вообще любой крупный город, он, значит, страдает от потепления значительно сильнее, чем природные территории. Это так называемые острова тепла. Москва, Париж, Шанхай, крупные Токио-города. Все испытывают потепление намного выше, чем в среднем по окружающим территориям. Вот я ездил, например, на Волгу, в Чебоксары недавно. Там у них есть представительство Русского географического общества, университете. Есть кафедра истории, географии. И вот я специально для них находил в интернете фотографии 2010 года. Пожары вот в окрестностях Чебоксарского водохранилища. Иногда мониторинг из космоса, если он неправильно обработан, даёт вот такие курьёзы. У берегов Бразилии вдруг загорелся какой-то остров. Что там может гореть? Выяснили, что это погрешности в ионосфере. Какие-то электроны, заряженные частицы создали помеху. И спутник, и алгоритм обработки интерпретировал это как пожар. Так что методики обработки данных – это важнейшая часть работы со спутниковой информацией. А вот это уже, так называемые, зомби-пожары – это на самом деле зимой под снегом могут продолжать гореть торфянники. Это возможно. На протяжении всего года они горят. Инфракрасное излучение видно из космоса. И вот знаменитый Яфьятла Якудль, который остановил в 2010 году полёты над Европой, аэросообщение, его предварительно было видно, как там подготавливается извержение. И, естественно, что людей эвакуируют, потому что вулканизм доступен для прогнозирования. В отличие от землетрясений, где скапливаются напряжения, мы не видим непосредственно, уже достаточно там, чтобы произошёл срыв, накопилось или нет. Что ещё? Вот посмотрите, подводный вулкан. Прямо на глубине нескольких километров произошло извержение, и со спутников было видно вот этот выход каких-то газов, какого-то потока со дна океана. Спутник Сентинель-2 вот это сфотографирует. У нас в МГУ есть люди, которые обрабатывают спутниковые данные, пишут вот такие учебники, переводят с иностранных языков. Вот географический факультет этим занимается. И ежемесячные глобальные карты – солнечное излучение, облачный покров, фотосинтез. Как определить, например, растительность, биомассу? Существуют, разработаны специальные индексы. Вот я тут три подчеркнул. Индекс Normalized Difference Vegetation Index, NDVI. Индекс VOD, Vegetation Optical Depths. Solar Induced Chlorophyll Fluorescence. Это разности обычно между инфракрасным или просто между видимым светом и ультрафиолетовым. Разные виды растительности осенью, летом, планктон разных видов. Всё это с помощью этих индексов можно подсчитать, выделить и оценить. Вот миссия Soil Moisture Ocean Salinity. В принципе, она предназначена для анализа, как следует из названия, солёности почв и потоков в океане. Особенно её любят океанографы. Эту миссию… Вот Гольфстрим, посмотрите. Видны все эдди, которые там закручиваются. Кстати, из-за глобального потепления Гольфстрим сместился на километр к северу. Об этом докладывали на Европейском геофизическом союзе. И вообще течения в океане потихонечку смещаются. Вы знаете, какое огромное влияние Гольфстрим оказывает на территорию Европы. Судоходство, климат умеренный, туманы в Англии, более-менее тёплая погода. Это всё связано с Гольфстримом. Но известно, что в далёком прошлом его были моменты, когда он останавливался. Это называется термохолинная катастрофа. Десяток тысяч лет назад, во время оледенений, такие были ситуации. Вот он останавливается, и сразу Европа замерзает. Ну, пока что, тфу-тфу, термохолинная катастрофа вроде бы нам не грозит. Хотя какие-то странности с меридиональной циркуляцией в Атлантике есть. Атлантика, ребята, это самый мощный по выносу энергии из океана регион Земли. Тепло из мирового океана с помощью вот этих конвейеров переносится течениями в Северную Атлантику, и Атлантика отдаёт тепло атмосфере. И поэтому этот регион очень важен. Подсчёт теплового баланса Земли осознали важность этого довольно давно. Вот для чего все эти миссии создавались. Сегодня прямо можно мониторить, сколько ватт энергии в разных диапазонах, в инфракрасном, видим, отражается от земной поверхности. Вот сколько приходит, вот сколько отражается от верхнего слоя облаков. Вот это вот поглощается, да, и отдаёт в инфракрасном диапазоне обратно планета. И, конечно же, парниковые газы, о которых вы наслышаны, они задерживают отток инфракрасного излучения, повышая температуру, ну и на Земле, и на Венере, как вы знаете, парниковый эффект. Это не теплица, не теплица, где конвекция останавливается. Это именно поглощение, непрозрачность в инфракрасном диапазоне. И вот если сравнить по масштабам энергию солнечную, которая поступает, сколько ветра в среднем по планете энергии переносит, что такое геотермальное, сколько потребляет человечество, то выясняется, что вот за 50 лет наш океан, его верхний километровый слой, нагрелся на 0,1 градус. На 0,1 градус. То есть за 50 лет 10-23 джоулей перешло верхний слой океана. И, конечно, атмосфера, которая связана... У океана огромная теплоемкость, атмосферы поменьше, но она подвижна. И вот это тепловая машина. От экватора поднимается тепло, уходит, значит, к другим широтам, к северу, к югу. В атмосфере есть ячейки циркуляции, это все метеорология этим занимается. И вот больше всего теплеет, как вы видите на этой картинке, полюс. Можно прямо самостоятельно, вот мы делали с моей одной студенткой, выкачать данные американского метеорологического агентства НЦПНКР и посчитать разность между 50-ми годами и вот сегодняшняя ситуация. И вы видите, на 4 даже градуса практически за 50 лет повысилась температура при полярных регионах. В среднем по планете на 1,7, ну, на 1 градус, условно. А вот у полярных регионов там иногда на 3-4. Поэтому все международные метеорологические бюро, они создают и анализируют глобальную температуру на планете. Вот сравните, японский метеорологический офис, английский, все более-менее дают одну и ту же картину. И на этой картине вы видите, помимо глобального роста температуры на градус за столетие, вы видите вот такие колебания. Буквально на той неделе я выкачал из интернета данные этого центра Хедли с месячным разрешением. Это глобальная температура на Земле. Вот у меня, грубо говоря, параболический тренд. И на фоне этого тренда, вот здесь вот 30-е годы рост, 70-е спад. И посмотрите, что сейчас. Вот эти три пика, они связаны с явлением Эль-Ниньо, Тихом океане, мы о нем еще поговорим. А мне кажется, что, посмотрите, сейчас наметилась тенденция, достигли вот такого максимума вот этого многолетнего колебания. И мне кажется, что начинает потихонечку разворачивать вниз. Что такое клюшка глобального потепления? Это считается антропогенный фактор увеличение парниковых газов в атмосфере. Но Северная Атлантика дает на эту кривую влияние. Температуры над Северной Атлантикой приводят вот к этим колебаниям. Было, например, в 2010 году такая пауза хиатус глобального потепления. Потом она прекратилась. И вот если взять, вычесть параболический тренд, получается вот такой график. Видите? Вверх, вниз, вверх. Мне кажется, началось движение вниз последние 2-3 года. Это многолетнее атлантическое колебание. Почему оно происходит, никто не знает. Известно, что это температуры над Северной Атлантикой имеют вот такой вот ход. То есть океан что-то там интегрирует, какие-то тепловые потоки. И потом он с задержкой, возможно, отдает атмосфере тепло вот в таком режиме. Многолетняя атлантическая колебания. То, что она пойдет вниз, это прогнозировалось, вот, например, есть в Институте физики Земли очень хороший специалист по анализу данных, Любушин Алексей Александрович. Он в своей книге еще заблаговременно в 2000-е годы говорил, что, скорее всего, пойдет вниз. Но он поторопился. Вот те даты, где он там писал 2010 год, этого еще не было. Но то, что мы наблюдаем сейчас, вполне вероятно, чуть-чуть снизит темп глобального потепления. Это еще не все заметили, далеко не все. А если взять длительные реконструкции, за 500 лет, то мы увидим, что где-то вот здесь, вот там, 16-17 век был малый ледниковый период, когда замерзали Темза, замерзали реки Европы. Что это такое было? Почему был Маундеровский минимум, так называемый? Считается, что это связано с Солнцем. Об этом в самом конце мы скажем, что Солнце тоже может на длительных, подчеркиваю, на очень длительных шкалах, более 50 лет накладывать какие-то опечатки на климат. То есть, получается так, человек создает тенденцию к потеплению, Солнце может своей активностью на длительных шкалах что-то подправлять. Вы знаете, что поток солнечного излучения меняется на 0,1% всего лишь. И 11-летнего цикла, который так любил русский ученый Чижевский, мы практически в метеорологии нигде не видим. Но вот как считает Абридко и Наговицын, Пулково, Солнце на шкалах более 50 лет накапливает как-то там влияние и может приводить вот к таким Маудеровским минимуму, когда на Солнце пятен, вы знаете, не было. Людовик XIV велел там наблюдать за этими пятнами. Их в то время было очень-очень мало. За 10 тысяч лет реконструкции в журнале Science печатались. Приходит к выводу, что за последние 5 и 10 тысяч лет тайкового потепления на Земле не было, как сейчас. Видите, все температуры по кольцам деревьев, по разным там льдам, кернам, ледников. Получается, что мы сейчас рекордно потеплели. У нас рекордное потепление. Ну и в парниковых газах мы тоже видим рекордные максимумы. Это концентрация СО2 в последние, видите, за 10 тысяч лет и вот мы сегодня. Это концентрация метана. Вот это непосредственно наблюдаемые со спутника СО2 в тропосфере. Вы знаете, что уже превышено 400 частей на миллион, 400 ppm. И можно даже посмотреть на карту, выделенную из данных спутника Аура. Вот сейчас будет краснеть. Это рост концентрации СО2 в тропосфере. Вы видите, в основном Америка, Китай. В южном полушарии океан частично поглощает. Еще можно более-менее жить в Амазонках, где леса Гренландия, Гималайя и высокие регионы. Но в целом из северного полушария идут притоки вот этого антропогенного углекислого газа, особенно из крупных индустриальных производственных стран. Естественно, что международное сообщество, слышали вы это слово, Panel for Climate Change, IPCC, печатает прогнозы, что там будет за сто лет. Есть прогнозы очень жесткие, вот это так называемый RCP 8.5. Есть прогнозы умеренные с цифрой 2.6 или 4.5. Вот здесь вот сколько мы выбросим СО2, а вот здесь на сколько тогда вырастет температура. Вот жесткий прогноз, он прогнозирует через сотню лет там рост на 3-4 градуса, умеренный на 1-2 градуса. Наверху показаны рост температуры по мягкому сценарию, по жесткому сценарию, а внизу показаны изменения осадков. Значит, рост температуры в целом приведет к увеличению испарения из океана, к увеличению осадков, дождей, снега и так далее. Будет более влажно. Более влажно. Ну, а как все-таки определили, что это антропогенное влияние? Сейчас, вы знаете, у нас в России такая мода отрицать влияние человека на климат. Это, мол, все придумали, чтобы деньги брать с тех производителей, которые там индустрией занимаются. Ну, вот давайте посмотрим по разным регионам Земли. Азия, Европа. Видите, черный график – это наблюдение. Синяя модель без антропогенных воздействий. Красная модель с учетом антропогенного фактора. И отлично видно, что по всем регионам, если не учитывать антропогенных выбросов, то наблюдение с моделью не сходится. Вот, объяснять вам, что это значит, не надо, вы прекрасно знаете, обсервативами наскалькулятио не сходится, значит, модель не годится. Вот, обязательно нужно учитывать антропогенное влияние. Но кроме СО2 и метана есть еще парниковый, например, газ просто пары воды. И вы прекрасно знаете, да, как наблюдатели в телескоп, на обсерватории, если зимой облачно, то будет тепло, потому что облака не пропускают в космос тепло. Наоборот, летом, если облачно, будет холодно, потому что солнце не пропускает, лучи солнца не проходят. То есть, в разные сезоны облачность оказывает разное влияние. И вот намеренно водные пары в атмосфере, и вот глобальные, видите, графики, тренд очень-очень маленький. То есть, чуть-чуть есть, но это какие-то такие единицы доли миллиметра. То есть, в целом, можно сказать, что водные пары не являются ключевым фактором глобального потепления. И вот, когда подводят баланс, рисуют столбики, красное, значит, увеличивает температуру, какой фактор. Синее, это что температуру снижает. Снижает температуру, например, аэрозоль, если вулкан извергается или что-то, температура будет падать на Земле. А если идет выброс парниковых газов, то, соответственно, температура растит. Ну и вот суммарный бюджет, полтора ватт на метр квадратный рост, рост накопления тепла. Давайте посмотрим, за 700 тысяч лет как менялась концентрация CH4, N2O. Что мы тут видим? Мы видим, что примерно там через каждые 100 тысяч лет есть глобальное оледенение. Лед на Земле, на планете медленно-медленно-медленно нарастает, потом быстро тает. Вот 100 тысяч лет он нарастал-нарастал, было оледенение, и 10 или 20 тысяч лет назад ледники растаяли. Одновременно с этим выделялось СО2 и другие газы всегда. То есть каждый раз, когда на Земле межледниковья, всегда выделялись газы, они освобождались. И поэтому многие спорят, говорят, да ну, просто вначале идет выделение естественных газов, потом естественно замерзает. Я вам честно скажу, я не верю вот в эти аргументы, что выяснилось, что в начале температура, потом СО2. На этих графиках, полученных по палеореконструкциям, иногда берут керны, в Антарктиде вот идет, значит, бурят лед, и в пузырьках воздуха содержится химсостав атмосферы далекого прошлого. И вот таким образом реконструируют вот эти графики, керны. Над озером восток, вы знаете, есть несколько километров льда. Вообще, Антарктида это очень высокий континент, это фактически горное плато высотой 4000 метров, поэтому там и телескопы любят ставить, уже там, можно сказать, как в космосе. и толстый многокилометровый лед хранит вот эту информацию. Но определить сдвиг между этими рядами с точностью там 50, может быть, 500 лет очень сложно. Я сам пробовал, это практически нереально. Точность реконструкции и привязки по времени не позволяет вот прямо с точностью до столетия сказать, пик одной кривой совпадает ли с пиком двойной. Это делается, кстати, методами кроссковариационной функции. А вот эти звездочки это сегодняшние концентрации. И все эти концентрации намного превышают исторические реконструкции за миллион лет. Это говорит о том, что все-таки человек действительно выбрасывает. Выбрасывает и антропогенный фактор присутствует. Что касается Антарктиды. Вот есть Антарктида восточная, есть Антарктида западная. У нас в лаборатории гравиметрии раньше работали такой был Павел Андреевич Строев, Евгений Дмитриевич Корякин. Они садились, обсуждали море Скоша, море Амундсона. Они изучали вот этот регион. Были там сами в экспедициях. Мне тоже повезло. Я с геологами до 53 градуса южной широты доходил. Там уже айсберги потихоньку появляются. В общем, исследование океана, которое велось в нашей лаборатории гравиметрии, это вещь очень интересная. Вы, например, знаете, что закон инерции Галилей придумал в трюме? Почитайте у Липунова. Он утром встал и думает, мы стоим или мы идем? И до него дошло нельзя отличить равномерные прямолинейные движения от покоя. И закон инерции на море пришел Галилею в голову. Так что там много интересного может в голову прийти. И вот оказывается западная Антарктида теплеет сильно, а восточная Антарктида не очень. Там даже прибавляется снегу. И как следствие потепления, как следствие тают огромные льды, ледники вот такие, например, откалываются многокилометровые айсберги, 50 километров, уходят в океан, а эти айсберги, они сдерживают ледниковый щит, и как только они откололись, ледниковый щит начинает тоже ползти. Вот на этой карте показано, как увеличилась скорость смещения ледников. Видите, то есть ледники начали существенно сползать в океан, особенно в западной Антарктиде. А это снегонакопление показывает. Это видят космические миссии, которые меряют высоты льда, айссад, и это видят гравиметрические спутники, которые меряют массы. К ним мы сейчас перейдем. гравитационное поле Земли отражает аномалии масс в первую очередь. Где какие плотности геоид. Вот у нас есть курс теории фигуры Земли, несколько человек ко мне на него ходят. Я эту картинку, сейчас они самостоятельно по этим коэффициентам ЦС, по данным спутников, вот рисуют мне такие карты. И можно измерять локально, например, на станции на Красной Пресне у нас есть, ну, это не гаишевский прибор. Гаиш не может купить себе, позволить за 17 миллионов абсолютный гравиметр, хотя это полцены. Значит, этот абсолютный прибор принадлежит другим институту физики Земли, но у нас есть прекрасный измеритель Юшкин Витя Дмитриевич, он может любого из вас научить, как с этим прибором работать. Внутри падает грузик, да, как Галилей, только не с Пизанской башни, а вот сверху, в вакууме, и лазер меряет в этом гравиметре не только скорость и даже можно ускорение, то есть градиент силы тяжести померить, с колоссальной точностью до микрогал. Но нельзя же с этим прибором объехать всю страну, кто-то меряет, просит на нефти или газовых месторождениях ездит, да, сейчас вот поехали. А чтобы покрыть огромную территорию земного шара, нужна космическая миссия. Вот эти такие миссии Грейс и Грейс Фоллоуон вам, наверное, известны. Поднимите руку, кто про них слышал. Фифти-фифти. Тогда придется рассказать. Значит, Грейс это два спутника на высоте 250 километров, между ними микроволновый был измеритель дальности, а Грейс Фоллоуон еще и лазерный. Это новое поколение спутников. Вот посмотрите, Грейс проработал с 2002 по 2017 год, а Грейс Фоллоуон пришли им на смену через год в 2018 и работают сейчас. Правда, там на одном из спутников проблемы с акселерометром небольшие, но тем не менее. Значит, эти спутники дают ежемесячную карту гравитационного поля Земли. Вот отфильтрованный тренд показывает, как тают ледники. Посмотрите, было красное, то есть там была масса, стала синяя, то есть масса ушла. В первую очередь Гренландия, Антарктида, Аляска, Гималайи. Видите, везде идет потеря массы. Это в основном льды, ледники уходят в океан. Вот разность. Видите, с 2003 по 2017 год. Грейс переводится как Gravity Recovery and Climate Experiment. Почему gravity? Потому что меряет аномалии сел. Почему climate? Потому что мы видим, как тают ледники на планете, как под действием климатических изменений перераспределяются массы Земли. Гренландия теряет 270 гигатонн в год. гигатонна это километр на километр на километр. Таких огромных айсбергов не бывает. Можно из такого куска льда собрать миллион обычных айсбергов. Например, вот массой 250 тысяч тонн. 50 метров на 50 метров на 100 метров. А тут километр на километр на километр. Сами понимаете. Ледники суши. Кто любит кататься на горных лыжах, вот имейте в виду, на Аляске тает сильно. Вот эта вертикальная шкала, видите, между линиями 100 гигатонн. Ну, разные другие. Патагония теряет, да, масса, Северная Америка. Ну, вот Альпах еще более-менее стабильно. Ледники держатся. Вот Кавказ, по-моему, здесь не видно. А, Кокосов, ой, Кокосов. Ну, держится пока Кавказ. Хотя я знаю, кто там ходит на ледники, видели, что ледниковый щит потихонечку сползает. Чем больше его масса, тем быстрее он ползет. А на этих картах показано красными квадратиками, как уменьшилась скорость сползания ледников. То есть все вот это вот Алтай, Тянь-Шань, Гималайи, везде идет замедление сползания ледника, что означает, что ледник теряет свою массу. Вот посмотрите, что делается по территории Евразии. Каспийское море теряет массу из-за испарения. Центральный регион европейский, там масса как бы прибывает из-за деградации, это даже я сказал Сибирь, Лена, Иртыш, деградации вечной мерзлоты, что это значит, замерзшая в почве ледяная компонента, она тает, на ее место приходит вода, вода более плотная, поэтому идет как бы ощущение, что растет масса. Китайцы выпили подземные источники, у себя пьют воду в бутылочках из подземных вод, Гималайи тоже, видите, отрицательные аномалии, это очень важно изучается разными странами, китайцы хотят создать свою миссию подобную Грейс, мы тоже хотим, вот у нас Владимир Евгеньевич Жаров имеет грант, где они тоже анализируют орбиты спутников, пытаются промоделировать, если полетит такая наша российская миссия. Мы не умеем делать часть оборудования, ее умеют делать, например, только во Франции, сами понимаете, что это значит. Мы поставили с Юшкиным прибор на красной пресне и просто сравнили, как меняется гравитационное поле по данным Грейс и квадратиками по данным гравиметра Габбл-М. Ну что ж, согласие неплохое, это уже в микрогалах, но можно перевести вот эти микрогалы в так называемый эквивалентный уровень воды, какой слой воды нужно добавить или убрать, чтобы компенсировать эту аномалию. Вот на конференциях в Европе, в Америке, когда я ездил, всегда выступают из НАСА, в частности, создатель миссии Грейс, Берон Тепли из Техаса, он всегда рассказывает, на каких регионах что наблюдается. Мы за ним повторили, тоже обрабатываем данные здесь на компьютере, и вот смотрите, наши крупные сибирские реки. Вот это последняя точка 12 месяц, то есть декабрь прошлого года. А вот этот прогноз, ну, это такая у меня нейронная сеть из 15 нейронов, она довольно глупая, но что-то там такое прогнозирует на 6 точек вперед. И вот вы видите, какие тенденции. Вы видите, например, наводнение на Амуре, масса увеличилась в 2013 году. Можно посмотреть, вот та засуха, где все горело, 2010 год, засуха, да, минимум, это в основном гидрологический цикл. Именно поэтому гидрологи наши, Московский университет, очень заинтересовались тем, что я тут делаю, и мы с ними стали плотно сотрудничать. Снегонакопление в 2013 году было самое большое у нас на европейской территории за 60 лет. Сейчас было полторы-две нормы снега, значит, вот там более-менее потихонечку все стаяло. И мы в журнале «Природа», это наш, в свое время публиковали эти графики. Сейчас вы видите «Grace Follow-on», тогда еще их не было, «Grace Follow-on». В общем, для Азербайджана, для разных городов России можно получить вот эти данные, но с учетом, что со спутника видно 300 на 300 километров, это одна точка. 300 на 300 километров. Вот у меня там в Коламбусе коллега, это в Америке, столица штата Огайо. Я ему вчера писал, говорю, «Вы поедете затмение смотреть?» У них полоса идет там 100 километров, что ли, от Коламбуса. Они, «Да-да-да, мы приготовились, закупили там эти очки». А у нас не видно, а жалко. В общем, про снега, про вечную мерзлоту, про льды вы более-менее поняли. И главное, что эти данные по вровиметрии используются, ассимилируются гидрологическими моделями. А гидрологи прогнозируют паводки, наводнения. Я теперь тоже на полставке на факультете гидрологии работаю. Вот, значит, стараюсь отработать. И, например, на Миссисипи два наводнения за сезон. Такого не было. Что делать? Как-то менять политику? Мелиорация меняться должна, регулироваться реки должны по-другому. Вот сейчас в ожидании паводков откачали воду из водохранилищ. Ну и правильно сделали, ждали. А теперь, вроде как, это все ставило более-менее плавно, никаких природных катастроф не последовало. А как теперь наполнять эти водохранилища? Там были случаи, что президент приезжал, ругал, кто там регулирует, значит, неправильно регулирует. Это все стоит денег. И здесь очень важно иметь какие-то обоснования. Теория вероятностей. Вот вы можете что сделать в теории вероятностей? Вы можете сказать, вероятно, что будут паводки, и вероятно, что не будут паводки. А лучше, если вы скажете другое, какая будет цена ошибки первого рода или ошибки второго рода, если будет то или будет не то. вот вы говорите, паводки будут с вероятностью 30%. Ну, то, бишь, их как бы не будет, 70%, что их не будет. Значит, не будем на них рассчитывать. А что, если они произошли, и вы потеряли огромные деньги на это? Поэтому нужно уметь не просто вероятности вычислять, но уметь вычислить цену, ценовую, целевую функцию, уметь определить квантили ошибок первого, второго рода, подставить вероятность ошибок в функцию риска и вычислить цену, которую вы заплатите за ошибку в том случае и в другом случае. И уже с этими данными идти к руководству партии и правительству, как раньше шутили, говорить. «Смотрите, сколько вам это обойдется, если вы не откачаете воду». И сколько вам это? Но с учетом, что мы точно-то не знаем, что будет. Вот в штате в Индии Пинджаб, там самый древний штат, у них там писали вот эти все рамаяны и прочее. Три метра была вода в колодцах в 60-е годы, а сегодня она ушла на 150 метров. И основное последствие глобального потепления – это продуктовый кризис и кризис водопотребления, где брать чистую пресную воду. Чем это грозит человечество? В общем, много интересной информации. Теперь немножечко об Арктике. Вы, наверное, слышали, что Арктика теряет летом все больше и больше льда. Вот ситуация в 79-м году. 6,7 миллионов квадратных километров льда. А вот эта ситуация в 2012-м 3,4, в два раза меньше. Подчеркиваю, это в сентябре, то есть после лета. И прогнозы ситуации, вот 2022-й год, например, 5,7 миллионов квадратных километров – это февраль, разгар зимы. Значит, прогнозы говорят, разные стахастические ансамбли, более жесткие, 8,5, он говорит, что уже к 2100-му году вообще потеряется лед на летний сезон, исчезнет. Мягкие прогнозы там через 200 лет может быть такой произведут. Но некоторые ансамбли уже в 30-е годы, то есть через 10 лет уходят под черту near ice free. Near ice free. Значит, вот над этой проблемой, вы знаете, много думают, как там быть с Флорой и фауной, особенно с белыми медведями, которые должны как-то двигаться по льдинам, чтобы искать там рыбу, иначе они на острове похудеют и будет им плохо. Альтиметрия. Альтиметрия – это измерение с помощью СВЧ дальномера поверхности океана, поверхности воды. В принципе, можно мерить и лед, американцы пытаются разработать методику, как снег мерить, но там точность плохая, а вот мерить уровень воды по отраженному сигналу удается с точностью до 2 сантиметров. Сегодня это спутники ЕСОН-1, ЕСОН-2, ЭНВИСА, Сантинель, оснащены этими СВЧ дальномерами, альтиметрами, а в будущем собираются сделать прямо площадную альтиметрию. Не только как сейчас в маленьком пятне летит и под собой мерит, а нужно будет сделать уже площадные измерения, чтобы более часто, более густо все это промерять. Вот такие данные, сводные данные альтиметрии. Это данные и со спутников первого поколения, и ЕСОН-2 с 1993 года. Видите? Значит, вот океан живет, океан в течение сезона, в течение года меняется. Гальфстрим, Курасио вот здесь у японцев, зоны конвергенции в тропиках. Все это очень интересно. Каспийское море. Но нам-то особенно интересны тренды. И если взять, посмотреть, что изменилось за 30 лет, вы увидите, как вырос уровень мирового океана, особенно вот где теплое течение. знаете, вот здесь стекает холодная вода из льдов Антарктиды. Что это значит? Она, во-первых, пресная, у нее плотность меньше, она вытесняет соленую воду, поэтому тут как будто бы, да, значит, какой-то отрицательный тренд, но в целом в среднем тренд 3-4 миллиметра в год. И есть две компоненты изменения уровня моря. Это вот желательно, чтобы вы представляли. Я для этого рассказываю, чтобы у вас такой, как бы, ликбез произвести, чтобы вы понимали. верхний слой океана нагревается на 0,1 градус за 50 лет и расширяется. Это называется стерическая компонента. Что значит стерическая? Стерическая это значит меняется плотность, меняется, может быть, соленость, из-за этого там меняется уровень воды. А вторая компонента связана с притоком воды с суши. То есть ледник, который растаял на суше, стекл океан. И вот тогда изменилась масса океана. Массу океана может померить исключительно только космическая гравиметрия. Причем под действием массы происходит еще просадка дна. И вот такой продукт называется придонное давление, придонное давление, его вычисляют и он говорит о том, как меняется масса океана. А как померить безмассовую, стерическую компоненту? Для этого существуют специальные буйки, которые бороздят океан, погружаются на глубину 3 километра или 2, потом неделю меряют или даже месяц всплывают, передают все на спутник и снова погружаются в океан. Называется система Argo более 4 тысяч буйков в мировом океане. Они меряют соленость, температуру, дрейфуют, видно, как там потоки течения в океане идут. И вот получается, что чтобы как бухгалтерия у нас свести дебет с кредитом надо посчитать из-за массовой компоненты по данным Грейс растет на 2 миллиметра в год, из-за стерической компоненты солености растет на 0 сколько-то там 7 миллиметров в год, а по данным альтиметрии видно сумму, как выросла поверхность океана 3, а сегодня даже уже на 4 миллиметра в год. Немножечко не сходится, видите, красным. Все-таки разногласия где-то. С чем связано разногласие? Очень сложно смоделировать просадку дна, потому что мантия земли имеет разную плотность, вязкость в разных регионах, туда трудно залезть, а ведь под действием просадка дна происходит на основе так называемых характеристик, называется это послеледниковое поднятие, тоже же на основе вязкости, или называется эффект glacial isostatic adjustment, поправка за изостатическую вот эту просадку или подъем, ну в общем, как мантия себя ведет, как она реагирует на нагрузку масса. Ледник исчез, нагрузка снята, начинается подъем континента, масса океана увеличилась, нагрузка увеличилась, начинается просадка. Там идут, ломают пики, это огромное направление в науке, вычисление вот этой вот свойств вязкости мантии. Ну и мы еще не знаем, что в глубинах мирового океана, на глубине более двух километров померить сложно. Увеличивается там температура, не увеличивается. одним словом, в целом картина более-менее ясна. Уровень моря растет. Растет в первую очередь из-за глобального потепления. И сценарии жесткие и мягкие прогнозируют, что крупные города возле берегов Рио-де-Жанейро, видите, зоны затопления красным, Нью-Йорк, Шанхай, через 50-100 лет начнут страдать от роста уровня моря. Это тоже спутниковые данные. Ну вот, я уже говорю практически час, рассказал вам о спутниковых наблюдениях, о глобальном потеплении, а теперь позвольте мне сказать, что я уже давно занимаюсь проблемами, как вращение Земли может быть связано с климатом на планете. Ну, климат, знаете, огромное количество людей работает. Почему у нас так актуальна теория струн? Потому что людей, которые занимаются квантовой механикой, море, а людей, которые занимаются общей теорией относительности, всегда было мало. И поэтому петлевая квантовая гравитация развивается только маленьким количеством сообществом людей. И это сообщество в первую очередь, да, вот почитайте, у нас в библиотеке есть популярные книжки по петлевой квантовой гравитации. Ей занимаются спецы по ОТО, потому что они понимают, что гравитация это геометрия. А квантовые специалисты по квантовой механилию развивают теорию струн, потому что они считают, что там идут какие-то, значит, ну, грубо говоря, собственные колебания в каких-то многомерных пространствах. В общем, разные концепции. И вот сообщество, которое занимается геодезией и вращением Земли, оно по пальцам перечесть. В мире несколько десятков специалистов, которые разбираются в том, как неравномерно вращается Земля. А людей, которые занимаются климатом, их тысячи. Один отчет по климату пишет десять тысяч ученых. Ну, скажем так, пишет пятьсот человек, а еще десять тысяч их проверяют, что они там написали. Вращение Земли. Очень интересная штука. У меня есть сколько еще? Двадцать минут до получаса, да, максимум? Хватит, за глаза. Так вот, познакомлю вас с тем, что происходит сегодня во вращении Земли. Происходят удивительные вещи. Вращение Земли сейчас очень странное. То есть вы-то, конечно, этого не замечаете. Встали утром, пошли. Значит, но точные приборы это видят. Сразу вам скажу. Астрономы тоже большие путаники. Когда рассматривается такая сложная система, как Земля, нет, чтобы сказать, ну, ребята, мы же видим далекие квазары. Вот мы видим, как изменился угол на этот квазар. Вот это и есть угловые параметры, угловая скорость вращения Земли, шарик переориентировался. Давайте мы этим и будем определять. Направление вектора вращения Земли в пространство. Нет, разделили по частотам, сказали. То, что вызвано внешними силами, Луной и Солнцем, всякими приливными моментами сил, это прицессия инутация земной оси. А то, что обусловлено геофизикой, всякими изменениями вращательных моментов, атмосферы океана, перераспределение массы, внутри Земли, что-то там в ядре происходит, это давайте мы будем относить к движению полюса. И вот оказалось, что вообще-то огромный спектр геофизических явлений приводит к перераспределению масс, понимаете, закон сохранения углового момента. Что-то начало крутиться быстрее, например, атмосфера, ветра западные в ней усилились, атмосфера стала крутиться быстрее. Значит, остальная Земля получит отдачу и притормозит. Все станции наблюдений находятся на земной коре, на поверхности. Значит, мы увидим вот эту отдачу. Вращение твёрдой Земли меряется помощью интерферометров и так далее. Но ведь геофизические процессы, они разные периодичности имеют. Есть очень медленные движения плит, есть быстрые годовые колебания ветров, месячные колебания в атмосфере, что-то в океане, там приливы в конце концов. Всё это влияет, решейпинг делает Земли. Значит, получается, что от этого наше тело, на котором мы стоим, наша планета, она тоже меняет свои физические свойства. И её вращение, оно... А вы не думайте, что вращение планеты это какая-то ерунда. Вот мы вчера слушали, у нас школьники во Дворце пионеров делают доклад. Один школьник очень серьёзный, он вышел и стал перечислять основные загадки планет Солнечной системы. Выяснилось, что большинство загадок связано с тем, как вращается планета. Юпитер быстро вращается, у него там красное пятно, Уран вращается лёжа на боку, Венера вращается в обратную сторону. Что по ней стукнуло в далёком прошлом? Загадка. И можно сказать, только для Марса и для Земли всё-таки на первый план выходит откуда вода или почему нет воды на Марсе. Для наших планет в зоне обитаемости. А для других планет очень многое связано с угловым вращательным моментом. Откуда магнитное поле на Меркурии от того, что там динамо работает. То есть вращение планеты это, конечно, вещь важная для этой планеты. Ну и для звезды цикл, как устроено магнитно-гидродинамическое на Солнце вся эта механика сложна. Поэтому тема-то вообще любопытная. И она оказывается связана с огромным количеством процессов на планете. Это как бы сводный индекс активности оболочек Земли. Интегрированный. Потому что Земля большая, тяжелая, она не может сразу шататься на первое воздействие. Она должна аккумулировать серьезные тенденции. Наблюдение. Что мы видим в наблюдениях? Мы видим, что движение полюса происходит вот по таким кругам, но разного радиуса. И вот внутри этого движения полюса, а раньше же это мерили по звездам, когда звезда, как служба широт была создана, годовое колебание связано с сезонным перераспределением воздуха, воды. и это понятно. Оно стабильное синим годовое. Тенденция, тренд, это называется дрейф полюса. И вот здесь как раз начинает работать глобальное перераспределение масс. Полюс дрейфовал со скоростью несколько сантиметров в год в сторону Гренландии. Связано за последние сто лет. Связано это с тем, что когда-то растаял ледник, Скандинавия, Гренландия поднимаются, там мантия значит компенсирует, нагрузка снята и меняется тензор инерции земли, поэтому полюс дрейфует. Но в последние несколько лет он вдруг завернул и пошел в сторону Англии. Все сразу сполошились. О, наверное, это из-за климата. А как это определить? Из-за климата изменилась вот этот черный тренд или не из-за климата. Для этого надо взять данные Грейс. Их взяли. Это так называемые коэффициенты гравитационного поля С2,1, С2,1. Это асимметрия вот этих масс земли, где там выпукла, масса выперла где-то сбоку. И туда пошел полюс. Прекрасно согласуется. То, что меряет Грейс, прекрасно согласуется с тем направлением, куда дрейфует полюс. Значит, вывод такой. Из-за глобального потепления тают ледники на планете, массы перераспределяются и таким образом дрейф полюса меняется. Прекрасно. Значит, уже мы связали климат и вращение Земли. Это последние десятилетия, эта проблема можно сказать очень актуальна и ее решают. Но посмотрите на этот график. Ведь дело в том, что круги, по которым ходят полюс, они разные. Посмотрите, сейчас они уменьшились в размерах. Что это такое? А это, ребята, так называемое чандлеровское колебание полюса. Красным. Я его отделил, здесь видно, что оно где-то в 30-е годы и сейчас оно исчезло. Чандлеровское колебание. Что это такое? чандлеровское колебание. это вот если возьмете гироскоп, толкнете, у него будет свободная прицессия. Он будет вот так вот, его ось будет, ну, вот волчок крутанить, и она начнет вот так прицессировать. Если бы земля была абсолютно твердым телом, никаких потерь энергии бы не было, она бы так и прицессировала бы по кругу, но земли есть вязкость, где-то там астаносфера мантия. Там что-то теряется. И поэтому полюс потихонечку бы затухал, если бы что-то его не накачивало. Какой-то есть процесс, который дает на вход какую-то накачку. Это вот если вы возьмете маятник, поставите его на борт корабля, как делал Валерий Леонич Пантелеев, мой учитель, вы его не застали, то из-за качки корабля маятник тоже начнет качаться. Причем он будет качаться то сильнее, то слабее. Как-то будет вот он и полюс также. Из-за каких-то процессов на земле он то сильнее раскачивается, то слабее. Но еще это чандлеровское колебание, это резонанс. Это что значит? Как качели. Вот вы сели на качели, они чувствуют, если вы начинаете перемещать раскачиваться сильнее на этих качелях. Точно так же вот это чандлеровское колебание полюса очень слабое входное воздействие дает сильный отклик. Чандлеровское колебание полюса это предмет астрономов, потому что служба широты когда-то создавалась, когда-то астрономы глядели на звезды, определили, что у Земли меняется положение оси. Это такая как бы астрометрия, геодезия, а сегодня она еще и связана с геофизикой, с климатологией и прочее, прочее. Что с этим чайским колебанием любопытно? У него в 30-е годы, когда оно исчезало, изменилась на 180 градусов фаза. То есть, когда вы его качали, вот эти качели, оно затухло и пошло в другую сторону. Пошло в другую сторону. И сейчас тоже по всей видимости происходит такое явление. Значит, мне удалось вот это свежие картинки. Построил я вот такой график движения полюса. Ну, имейте в виду, здесь преувеличено, здесь где-то вот эта клеточка один метр. То есть, 5-6 метров амплитуда движения полюса. Если не знать, как сориентирована планета, вы не сможете GPS-ом пользоваться. То есть, точность будет не та. Понимаете, это для навигации важнейший фактор, как сориентирована планета. Потому что по спутникам, по звездам надо определять тоже ваше местоположение, желательно лучше, чем с точностью 6 метров. И вот желтым кругом показано годовое движение полюса. Оно каждый год одинаково. Если вычесть годовое, останется вот это вот колебание. Вы видите, что в 2020 оно началось, началось, началось и раскручивается. Вот это и есть Чандлеровская колебания. Точность современных измерений очень высокая. А точность измерений 100 лет назад это одна десятая угловой секунды. Астрометрия была. А сейчас это точность космической геодезии. Это миллиметровая точность. Это точно видно, что там произошло. И вот х координата вниз по Гринвичу, у координата туда на восток. И вот посмотрите, вот оно затухало, затухало. В 2020 годы Чандлеровская колебание исчезало. И сейчас оно пошло. Смотрите, вертикальные линии расставлены с периодом этого колебания. Это у него период 430 суток. Чандлер обнаружил вот этот 430 суток вертикальные линии. Видите, на вертикальные линии приходится максимум, 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 а сейчас пришелся минимум. Это означает, что колебание опять перевернулось. Перевернулось на 180 градусов. Никто не знает почему. Неизвестно, во-первых, почему оно затухает. Во-вторых, неизвестно, почему оно перевернулось. для того, чтобы эту проблему решать, надо бы желательно определить входное воздействие, что поступало, что называется, в правую часть дифференциального уравнения. Для этого есть такие обратные задачи. Решать обратные задачи вас, наверное, учит Егола. Ну, или учил. Ну, вот решили мы обратную задачу, получили вот такой график. Оказывается, что когда колебание увеличивается, его что-то раскачивает синхронно с ним. А потом, когда колебание спадает, что-то асинхронно начинает его подавлять. И происходит это вот, по крайней мере, 90 лет назад подавило его что-то, эти качели, и сейчас что-то подавило. Вы, конечно, вряд ли с этой областью знакомой, но дело в том, что последние 50 лет в основном трудами американских ученых пришли к такому выводу, что колебание полюса возникает из-за всякой стахастики в атмосфере и в океане. Что-то в океане, что-то в атмосфере случайно шумит. То есть, грубо говоря, вы находитесь на корабле, который качает всякими способами волна, и поэтому ваш маятник все равно что-то чувствует, какие-то элементы входной качки, он через себя пропускает и выдает ну вот, то больше его амплитуд, то меньше. То есть, большинство ученых считает, что это влияние атмосферы и океана. И сейчас из-за того, что колебание исчезло, в мировой печати начинают интенсивно массировать тему. А это, наверное, из-за климата. А, наверное, из-за глобального потепления исчезло. Скорее всего, таяние ледников там как-то влияет. Сейчас начали китайцы из Шанхая, японцы из обсерватории этой самой, не помню, какой-то японской обсерватории. Стали печатать, готовить статьи. Я часть из этих статей получаю, мне тоже на рецензию присылают. Океан, атмосфера. Причем, то, что оно исчезало 90 лет назад и исчезло, сейчас, это вроде как случайно так получилось. Но сейчас, может быть, еще климат повлиял. Я с этой точки зрения не согласен. Вот если на дрейф полюса действительно оказывает влияние таяния ледников, то на раскачку чандлеровского колебания, на мой взгляд, климат не влияет, потому что 90 лет назад потепления еще не было. И вот я позволю себе в оставшиеся 5-10 минут взять на себя смелость рассказать вам гипотезу, свою личную. Вот я заинтересовался вопросом. Я могу быть и неправ. Я вам расскажу свои соображения, над чем я думаю, что меня интересует. Дело в том, что я заинтересовался уж, казалось бы, простыми вещами движением Луны. Выясняется, что Луна, она движется не так просто, как нам кажется. Большинство думает, что Луна это типа просто полнолуние, новолуние, смены фаз. Ничего подобного. Плоскость лунной орбиты наклонена так эклиптики под 5 градусов. И сейчас я даже вам расскажу, вот где происходит затмение. Затмение происходит в узлах. То есть в той точке, где плоскость лунной орбиты пересекается с плоскостью эклиптики. Правильно? Узлы. Узлы поворачиваются. Называется прецессия плоскости лунной орбиты. Я вам сейчас покажу картинку. За 18,5 лет узлы поворачиваются. Поэтому каждый год затмение происходит в разный месяц. Сейчас они вот в апреле. В следующем году будет в марте, в конце марта. Потому что вот этот узел восходящий, сегодняшнее затмение в восходящем узле. Вот этот узел сюда съедет. Съедет. И будет затмение в марте. В марте. Ну а ведь от того, как наклонена эклиптика, и от того, как к ней наклонена лунная орбита, зависит движение луны к северу и к югу. И в северной полушарии, южной полушарии луна ходит на разные склонения в зависимости от направления линии узлов. И вот сейчас у нас так получилось, что восходящий узел стал точно в весеннем равноденствии. Ну или почти в весеннем равноденствии. Это означает, что мало того, что 23,5 градуса наклона эклиптики к экватору Земли, к этому еще добавляется 5 градусов наклона лунной орбиты. Потому что восходящий узел ровно в весеннем равноденствии, где эклиптика начинает подниматься над экватором. Там же сейчас еще и лунная орбита начинает подниматься над экватором. Поэтому луна сейчас ходит на плюс-минус 28. А через 9 лет, когда она развернется наполовину, вот как показано на этой картине, окажется ситуация наоборот, что лунная орбита будет под эклиптикой. И луна будет ходить на плюс-минус 18 градусов, чтобы не тянуть резину, скажу, что это влияет на все формы прилива. Зональный, тессеральный, секториальный, все формы прилива связаны с... Вот я вам сейчас покажу. Вот видите, как движется зеленая линия, соединяющая узлы. Поэтому планетарии на музее Советской Армии делали такую анимацию, пока. Вот зеленая это линия узлов. А что тогда красная и почему это красная движется в другую сторону? А это, ребята, линия апсид. Перигей, апогей. Линия апсид движется в другую сторону. И ближайшая точка перигей. Вот он, видите, апогей. Встречается с узлом каждые шесть лет. Потому что узел идет в одну сторону, он идет в 18-60-е годы, апогей перигей движется в другую сторону за 8,86-х года. И об этом, кстати, знал еще Птолемей. Потому что он в своем Альмагесте определял неравенство движения Луны по лунам затмения. Естественно, они понимали, даже в древнем Вавилоне, ребята, прогнозировали, это у нас лекция, современные проблемы астрономии. В древнем Вавилоне ребята прогнозировали затмение. Знали, что такое Сарас, потом узнали. 19 лет, когда затмения повторяются, снова в тот же месяц. И вот встречи перигеевого узла показаны вот здесь у меня треугольничками. Они происходят каждые 6 лет, но они происходят в разных точках неба, потому что за это время поворачивается плоскость лунной орбиты. И вот смотрите, здесь показано склонение вот 28 северное полушарие, 28 южное полушарие. И оказывается, что в нашем 2024 году встреча перигеевого узла происходит сейчас практически на нулевом склонении вблизи весеннего равнодетства. Потому что узел там, узел 8 число, ну 9, это вот сегодня затмение, восходящий узел, плюс к этому, вот у меня есть график прохождения луной апогей-перигей, апогей-перигей, апогей-перигей. Видите, 8 апреля перигей. Значит, перигей тут же, узел, перигей, вот они сейчас, перигейным будут, затмение перигей сегодня. Мало этого, у нас какой месяц на дворе? Апрель, значит, весеннее равнодетство было всего ничего, три недели назад, то есть чуть-чуть солнца ушло сейчас из весеннего равнодетства. И вот такая ситуация была, как вы думаете, сколько лет назад. Давайте посчитаем. 18-60-х годов круг узла, движение перигей. Другую сторону. Давайте удвоим. 8-86 на 2 будет 17-7. Значит, два цикла перигея отличаются от одного цикла прецессии на 18-69 на сколько? 18-6 минус 17-7. 0-9 года. То есть каждый раз, когда они обернулись перигей два раза, а узел один раз, они разошлись на один год, следующий цикл еще на год, следующий еще на год. Ну, грубо говоря, требуется, чтобы перигей снова встретился с узлом в том же месте на небе, требуется хотя бы кратное циклу перигея 8-8-6 соток. То есть нужно как минимум 180 лет. Через 180 лет происходит такое точное. Нет, они каждые шесть лет пересекаются, они пересекаются. Но вот в следующем году, когда, например, узел будет весенним равноденствием, будет затмение 29-го, кажется, марта, перигей в это время уже уйдет. Он будет в другом месте. И поэтому получается, что в 1830 каком-то году было то же, что сегодня, что в этом нашем году, а полцикла 180 пополам 90 лет. И я вот задумался, а не может такое быть, что чайнинское колебание, которое 90 лет назад пропадало, это результат того, что существует такое, ну, грубо говоря, природный цикл. движение плоскости луной орбиты и ближайшей точки на нем. А что происходит в перигее? В перигее происходит каждый год перигейные полнолуния, которые все очень не любят, потому что все новости, РЕН-ТВ и прочее начинают кричать, а, суперлуния, это ужас, перигея... Нет, мне суперлуния не страшно, и затмение я тоже не боюсь, но эти вещи отражают, как меняется вообще лунная орбита. А вместе с лунной орбитой меняются и все земные приливы. Вот посмотрите на этой картинке оранжевом. Внизу это размах зонального прилива. Вот это внизу это 18-летние изменения, а наверху это 9-летние изменения, связанные с перигеем. То есть, конечно, Землю все время трясет приливом под действием прохождения Луной и Солнца, где они друг напротив друга, где сизиги, где что. И вот Землю как бы печет приливная сила, как пекарь печет хлеб. Она ее все время деформирует. И вроде бы все учтено. Возмущающий потенциал разложен в ряд Лапласа. Ряд Лапласа разложен в спектральный ряд. Гармоническая теория приливов учитывает все амплитуды каждой гармоники, суточные, полусуточные, зональные, все учтено. Прилив на Земле полностью смоделирован. Но Земля-то это же не такая простая штука. Она же, например, океана больше в южном полушарии, в северном больше суши. Как-то реки протаскивают за собой песок под действием прилива. Где-то под лунной точкой идет через океан, где-то земля крутится, она идет через сушу. Не может ли быть такого, что изменение этого режима, которым Землю печет лунно-солнечный прилив, влияет на отклик Земли на окружающую ее космическую обстановку. То есть не может ли быть такого, что геофизика чувствительна к этим длительным ритмам 90-летним, к тем ритмам, которые заданы нашей планете нашими ближайшими светилами, луной, солнцем. Если, например, Чижевский говорил, что солнечная активность определяет, как мы тут болеем или себя хорошо чувствуем, ну, солнце, да, оно задает термодинамик. А луна, что, вообще ничего ни на что не влияет, прилив очень сложная штука. В нем много всяких циклов, подциклов, режимов, все это расстыковывается с солнечным годом, существуют вот эти вот повороты плоскости лунной орбиты. Ну и чтобы итоговую картинку вам просто дать, гипотеза моя заключается в следующем. Я нанес на график желтые точки это перигейные полнолуния. Когда Солнце с одной стороны, Луна здесь, да еще и в перигее. Перигей смещается за 9 лет и бывает, что перигейные полнолуния происходят в северном полушарии, а бывает, что они происходят в южном полушарии. И в зависимости от того, как сориентирована плоскость лунной орбиты относительно экватора, на разные склонения приходятся вот эти вот явления. И вот мы видим, что смотрите, видите, максимум пониже, то есть в северном полушарии большие перигейные полнолуния происходили вот на таких склонениях, смотрите, а внизу они как бы под гребеночку все выровнены на склонении порядка 19-20, ну, 23. И вот когда наступил 1927 год, там не только глобальный экономический кризис был, 29-й, но еще и исчезло члендлеровское колебание, там как раз возникла ситуация, что этот восходящий узел в точке летнего солнцестояния оперегей находится в точке, по-моему, осеннего равноденствия он был. И смотрите, произошла смена, у вас вниз начинают глубже уходить оперегейные полнолуния, а вверху они становятся как под гребеночку, потому что за эти 180 лет цикл, за 90 лет полцикла поменялся расклад. Перегейные полнолуния раньше происходили на более высоких северных склонениях, а потом перевернулось и стали происходить на более низких южном полушарии отрицательных склонениях. Может быть этот режим, который десятилетиями влияет на Землю, он-то и влияет на то, что человеческое колебание качалось-качалось, потом перестало качаться, перевернулось и начал качаться с другой стороны. Вот если вдруг, я не уверен, но может быть, если я натолкнулся на... Не сам, у меня были тоже предшественники, идеи, которые какие-то мне закладывали в голову на протяжении многих лет у нас были из института физики Земли, ОВСЮК, из института метеорологического Сидоренков. Если этой идеей выстрелят, то есть, если это окажется правильное направление, то, возможно, мы объясним, что же происходит, почему исчезло у нас чанское колебание. Может быть, не из-за климата, а из-за астрономии. Вот. О скорости вращения Земли сейчас мне говорить некогда. Она тоже меняется, но это, наверное, нужно будет какую-то еще отдельную лекцию на эту тему. Ну, и скажу так, что помимо климата очень важно следить за вращением планеты. И создан сейчас международный набор глобальных климатических переменных, они в базе данных попадают, набор глобальных параметров вращения Земли важный. И вот их, может быть, нужно объединять, потому что, как говорил товарищ Виннер, если вы изучали теорию информации, вообще, кибернетику, физика – это прекрасно. Но существуют такие сложные системы, в которых так много факторов, что вы не можете изолироваться от всех других факторов, выбрать один и провести эксперимент, как влияет вот только, например, Луна, без всего остального, без климата, без океана. Нет, очень сложная система. У биологов, у геофизиков сразу огромная куча, грубо говоря, разных воздействий меняют состояние системы динамической. и тут можно проследить только, как говорят, линкс, то есть информационные потоки. Вот из всех вероятностей и состояний, которые примет система, почему она приняла именно вот такое состояние, и как это связано может быть с теми огромным набором причин, которые на входе в эту систему поступали. Грубо говоря, перед вами кибернетическая система, компьютер, там есть много всяких воздействий, и вот если подать на здесь А, здесь Б, здесь изменить состояние Атлантики, здесь немножечко подвинуть массы Антарктида, а здесь еще наложить влияние Луны, будет ли то, что мы наблюдаем вот в такой сложной системе. Это уже проблема теории информации, если хотите, ну, или вот изучение сложных таких систем. Плюс еще же вы Солнце вспомните, Солнце тоже влияет, но вот об этом цикл максимума у нас сейчас, максимум солнечной активности, будет у нас здесь сейчас уменьшение температур из-за того, что последние несколько циклов солнечной активности спадали, максимумы уменьшались, или не будет, наступит новое межледниковие, не наступит, или продолжится глобальное антропогенное потепление, посмотрим. Спасибо за внимание. Вопросы? Чуть я перебрал на три минуты, много информации. Если интересно, приходите в 43-ю комнату и расскажем поподробнее, может, кто-то заинтересуется. Пожалуйста.